Всем привет! Канал Веб-Рассказ. Довольно интересная статья от 13 марта 2016 года. Как советский летчик превратился в вождя индейского племени? История, произошедшая с советским летчиком Иваном Доценко, может показаться многим фантастической. Героя авиации, не вернувшегося из очередного боевого вылета, признали пропавшим без вести. Однако через много лет делегация из Советского Союза встретилась с ним в канадской резервации для местных индейцев. В это время Ивана звали новым именем – Пронзающий Огонь, и был он вождем племени аборигенов. Официальная версия о гибели отважного летчика. Сразу скажем, история спасения и своеобразного перерождения советского летчика по непонятным причинам долгое время скрывалась от широкой общественности. А дело было так. Во время Великой Отечественной войны Иван Доценко был отважным пилотом, командиром авиационной эскадрильи. Уроженец Полтавщины начал войну с первого ее дня. Официальная дата его смерти – 10 апреля 1944 года. Тем не менее, есть версия, что все случилось иначе. Официальное заключение о смерти Доценко свидетельствует, что он погиб во время бомбардировки железнодорожной станции «Львов-2». Тогда оккупированной немцами. Согласно же неподтвержденной версии, пилот выпрыгнул из горящего самолета и, приземлившись, оказался в немецком плену. Скорее всего, Иван совершил побег, после чего его задержали сотрудники СМЕРШа и отправили по этапу. Во время этапирования Доценко снова сбежал. Был такой талант у человека. И затем каким-то чудом добрался до Канады. Вторая жизнь советского летчика. Как бы то ни было, но первым обнаружил Ивана знаменитый эстрадный танцовщик Махмуд Эсамбаев. В Канаде проходили Дни культуры СССР и Махмуд Али Султанович отправился туда в составе делегации, которая должна была выступать на международной выставке, устроенной в честь этого события. Там Эсамбаев получил возможность посетить коренных индейцев, живущих в резервации. Он был потрясен, когда услышал, как вождь индейцев легко говорит на русском и украинском языках. Пронзающий огонь пригласил танцора к себе в хижину, где угостил не каким-то экзотическим индейским напитком, а русской водкой и спел украинскую народную песню. Во время душевной беседы вождь индейцев поведал свою тайну и признался, что сильно тоскует по родине – селу Черничий Яр. С этой необычной новостью Махмуд Исамбаев вернулся в СССР, где узнал чуть позже, что жители Черничьего Яра не раз пытались выяснить подробности судьбы своего земляка, однако постоянно получали формальные отписки, что Иван Доценко погиб в апреле 1944 года при выполнении боевого задания. Московский судмедэксперт Сергей Никитин установил по фотографиям, которые сделал Махмуд Исамбаев при встрече с Иваном, что полтавский летчик и вождь канадских индейцев – одно и то же лицо. Линии бровей, носа, подбородка и рта с годами не меняются. Через много лет найти Ивана Доценко пыталась его племянница, которая помогала знаменитая телепрограмма «Жди меня». Однако поиски ни к чему не привели. Махмуда Исамбаева к этому времени не было уже в живых. Джон Маккомбард, таково канадское имя Доценко, в этот момент тоже умер, а двоих его детей отыскать не удалось. Индийская резервация ныне расформирована. Ее жители разъехались по разным частям страны. Установить истину по делу Доценко, увы, стало невозможно. На этом все. Всего хорошего. Ссылку, как обычно, я дам в описании под своим видео. Канал Вопросказ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok